Антарктида — это не просто ледяной континент, а одно из самых таинственных и неприветливых мест на Земле, которое на протяжении веков привлекало внимание учёных, исследователей и поисковиков приключений. С момента его открытия человечество было заворожено этим холодным пространством, где каждый кубический метр льда может скрывать невероятные тайны. Анализируя этот необычный континент, мы окунёмся в мир удивительных находок, начиная с древнего и загадочного скелета, найденного в ледяных пещерах, и заканчивая историями о советском полярнике Иванове, который встретил уникальные существа, о которых мы можем только мечтать. Это путешествие откроет перед вами завесу неведомого, где мифы и реальность переплетаются, а каждое открытие может кардинально изменить наше восприятие о природе нашей планеты и самого себя. Исследования Антарктиды Исследования Антарктиды стали важной частью научной деятельности, ведь этот континент не только является наименее заселённым, но и хранит множество секретов. От скованных льдом пейзажей до глубоких ледяных щелей Антарктида предлагает учёным уникальную площадку для изучения разнообразных аспектов, таких как изменение климата, экология и даже возможности существования жизни в экстремальных условиях. Но в этом замороженном царстве не раз происходили невероятные открытия, включая находку величественного черепа неизвестного существа. Это открытие стало настоящей сенсацией, вызвавшей глубокий интерес как среди учёных, так и среди любителей тайн, стремящихся понять, каким образом такое существо могло выжить в условиях Антарктиды. Дебаты о возрасте данного черепа стали настоящей темой для обсуждений. Некоторые учёные утверждают, что ему не более тысячи лет, в то время как другие склоняются к мнению о том, что это существо могло вымереть сравнительно недавно. Этот разнобой мнений ставит перед исследователями важные вопросы о том, какие другие загадки могут оставаться скрытыми под многолетним слоем снега и льда, в то время как наука продолжает искать способы разгадки этих тайн. Советский полярник Иванов Одной из самых интересных фигур в истории исследований Антарктиды является Советский полярник Иванов. Его жизнь впечатляла эксцентричностью, а его достижения — смелостью. Иванов, светоч научного поиска, отправился в погоню за знаниями, которые позволили ему погрузиться в неизведанные области этого сурового континента. Во время своих исследований ледяных кристаллов он наткнулся на подземные пещеры, где произошло невероятное событие. Он встретил существ, описываемых как обладающие прозрачными металлическими телами, которые излучали белый свет и энергию. Эти необычные создания стали для него проводниками в мир знаний, недоступных для большинства людей. Они делились с Ивановым удивительными сведениями о межзвездных путешествиях и высоких технологиях, которые могли бы изменить представление человечества о мироздании. Как бы удивительным ни казался его опыт, встреча с существами способствовала серьезным изменениям в его мировосприятии. Однако, как часто бывает, его уникальные открытия встретили неприязнь со стороны официальных кругов, которые отвергли его рассказ о встречах как выдумку. Это обстоятельство крушило мечты Иванова и оставляло его в полной изоляции. Но вскоре его признание дошло до общества лишь в последние годы его жизни, привнося настоящую драму в эту захватывающую историю. Загадочный скелет В последнее время мир стал свидетелем поразительно загадочной находки — скелета неизвестного существа, найденного в Антарктиде, который вызвал настоящий фурор в интернете. Эта находка подготовила почву для множества дискуссий и предположений. Фотографии этого скелета распространились быстро, а его авторы уверяли, что это останки неизвестного динозавра, существовавшего в те давние времена, когда на планете процветали разнообразные формы жизни. Ученые столкнулись с этой находкой и признались в своих затруднениях провести идентификацию данного вида оказалось очень трудно. Некоторые исследователи допускают, что это может быть действительно новый вид, который находился на грани вымирания, тогда как другие не исключают возможность того, что перед нами — свидетельство инопланетной жизни. Этот спор вызывает множество вопросов и заставляет задуматься о том, сколько знаний о жизни на Земле было утеряно или до сих пор скрыто в ледяных глубинах. Мы снова возвращаемся к тому, что наше понимание мира может быть значимо изменено в свете новых находок, и стоит ли нам ожидать, что когда-нибудь мы сможем открыть тайны, находящиеся за пределами нашего восприятия. Гигантское лицо на снегу. Важной находкой, которая оставила многих в недоумении, стало гигантское лицо, найденное на снегу и описанное одним из журналистов. Это открытие потрясло умы, размер объекта был непередаваем и соотносился с десяти футбольными полями. Чудо привлекло внимание множество исследователей, которые, исполненные энтузиазма, отправились на место, однако спонсируемые исследованиями они столкнулись с отсутствием новой информации о находке. Эта неопределённость только усилила интерес общественности и создала бурные свидетельства о возможностях существования легендарных гигантов, а также породила невообразимые теории относительно внеземной жизни. Существует предположение, что это может быть свидетельством древних цивилизаций, о которых мы в настоящий момент не имеем никакого представления. Здесь открывается новая грань человеческого любопытства. Исследования и поиска больше, чем просто существование, а понимание того, что нас окружает и поддерживает, и как эти внеземные формы могли повлиять на наше сознание и культуру на протяжении веков. Эта находка открывает новые горизонты для дальнейших поисков и воспринимается как вызов для каждого из нас. Яйца морской ящерицы. Другая запоминающаяся находка касается необычных яиц морской ящерицы, найденных в Антарктиде, и их размеры весьма впечатляющие, похожи на футбольный мяч. Изучая эти удивительные артефакты, ученые смогли разработать оценки их возраста, определив, что им около 68 миллионов лет. Этот факт вызывает дополнительные размышления о жизни на Земле, когда господствовали динозавры. Ученые предполагают, что эти яйца могли принадлежать морской ящерице длиной до 17 метров, то есть это существо было крупнее многих современных морских животных. Однако интерес к находке подогревается другим важным вопросом. Даже с современными научными методами и техниками остается неопределенным, почему нет других доказательств существования таких жутких существ этого размера. Проблема заключается в том, что даже в столь давние исторические эпохи, как кайнозойская, централизованно не найдено никаких следов их присутствия. Эта загадка ведет исследователей к разным гипотезам о моментах своего существования на Земле и вопросы о том, сколько еще тайн скрыто под льдами, все чаще становятся актуальными. Новый объект в Антарктиде. Несомненно, одна из самых захватывающих находок последних лет, это новый объект в Антарктиде, который резко выделяется среди ледяного пейзажа этого сурового континента. Ученые, обнаружившие загадочный объект, выдвинули гипотезы о том, что он может быть как искусственным построением, относящимся к давно исчезнувшей цивилизации, так и необычным геологическим образованием. Возникает вопрос, что именно открыло нам это открытие? Почему так велика значимость этого объекта? Google, осознавая возможность сенсации, решил отгородить центральную часть Антарктиды в связи с этим открытием. И это действие вызвало ажиотаж и заметный интерес как у ученых, так и у любителей загадок. Новые обсуждения и теории заговора распускаются в сети, вызывая интересный дискурс о том, возможно ли наличие внеземных цивилизаций, когда-либо существовавших на нашей планете, и как этот объект мог повлиять на наше понимание об истории Земли и нашем месте в космосе. Антарктида остаётся не только холодным континентом, но и одним из самых загадочных, таинственных мест на Земле. Она по-прежнему таит в себе сокровища знаний, интересных находок и неразгаданных тайн, готовых к открытию. Этот ледяной континент поднимает множество вопросов о прошлом нашей планеты и будущих перспективах человеческого существования. Будь то неразгаданные останки древних существ или невероятные встречи с существами, чьи интеллекты и технологии превосходят наши собственные, Антарктика приглашает нас на научные исследования и открытия. Наверное, лишь время покажет. Однако каждая новая находка близит нас к раскрытию бесконечных возможностей, которые могут значительно изменить наше представление о природе и о самом себе.